То, что очень редко в уральскую кузницу приезжает что-то радостное, удручает. Город как-то отделен от всего внешнего мира, в котором-то на многое можно посмотреть и подивиться. К примеру, было бы здорово посмотреть и на Турцию, и на Египет, и в Америку в гости сходить. Словом, нам нужны выставки, а точнее выставки продажи наших соседей. То, что в завершении года произошло во дворце Рамазана, порадовало. В морозные дожжения Магнитогорск приехала Индия. И с помощью русских девушек-продавцов у вас появилась возможность купить народную Индию. Вообще, надо понимать, что чем крупнее страна, чем больше там населения, то возможности воплотить себя в производство больше. Тем более в Индии. Она, в отличие от Китая и Японии, была открыта-то всегда. Все самые ценные, а это специи для вкуса, все отсюда. А камушки? Я имею в виду настоящие драгоценные камни. Сегодня и сейчас есть возможность показать камни Махараджи. Конечно, они не в таких размерах, как в мультиках, но камень в 5 карат – это легко. Конечно, у вас есть возможность в ювелирном салоне купить полумедную смесь типа золота с маленькими крупинками, либо здесь взять настоящий камень. Вы знаете, чем отличается Уральский город от Гималая? От тем, что у нас изумрудов таких нету просто физически. А у вас есть возможность в городе Магнитогорске купить себе настоящие камни. Настоящие камни, точно такие же, которые я покупал у своей супруги в Индии. Здесь есть один единственный павильон, в котором в серебре представлены настоящие изумруды, сапфиры, топлазы, рубины. Пожалуйста, не подумайте, что это все дешевка. Это действительно творение ювелирного искусства. Ну, а чтобы вам было понятно, сколько может стоить камушек в 28 карат, вот такой изумруд с рубинами, точнее не с рубинами, а с бриллиантами, интересной огранки, стоит 15 тысяч долларов. А вот этот сапфир, в отличие от, видите, это размерчики, от того, что продается в магазинах, это гордость коллекции, его стоимость 100 тысяч рублей. Вот так вот выглядит рубин без огранки. Видите, какая капелька красивая? А вот это королевский рубин. И у вас возникает вопрос, почему все-таки это все в серебре? А потому что такие камушки лучше держать в серебре. А то в золоте они раз, вылетели, и все. Где вы такой камушек еще купите? А теперь можно купить здесь, на выставке, индийский базар в городе Магнитогорске. Справедливости ради надо заметить, что основная цель выставки – это не только демонстрация того, что для женщин. Мы ведь хотели интегрироваться в мировую экономику. Такая возможность есть. Просто мы хотим меньше плюхаться, а больше получать. Но это принципы ленивых барыг. К вам приехали представители бизнеса. И было бы глупо устраивать бесполезные лекции, когда главный лектор с сотнями тысяч зрителей – это я. Я в этой последней лекции намекну, что крут не джип, не сотик и не левый понт. В связи с тем, что некогда, будучи мной очень уважаемое и главное государство мира, стремительно тупеет и разлагается, жалко, конечно, но круто сейчас иметь запасной аэродром. И правильно сейчас организовать совместный бизнес. Ну вот, чтобы было понятно, во мне 110 килограмм, рост метр семьдесят, в нашем индийском друге почти два метра, и тоже такой плотненький мручок, то есть не все индийцы, они такие низкие. О, здоровья какой! Ну вот, к примеру, если я хочу купить недвижимость в Индии, насколько это дорого? В Индии вы можете купить квартиру примерно в два раза дешевле, чем в Магнитогорске, и это даже в таких крупных деловых центрах, как Дели и Мумбаи. В провинции же эти цены еще ниже, если вы не фанатеете от миллионных городов и одной туристической зоны. А как я могу это сделать? Это очень просто. Вы прилетаете в Индию, связываетесь с дилерской организацией, и он вам покажет любые места, где вы хотите жить. Организуйте бизнес. И это, по сути, очень все просто. В каких местах? Дели, Гоа? Да проблем-то никаких. Прилетайте и занимайтесь. Все очень просто. Мы понемногу умнее, мы понимаем, что во время, когда банки задушили малый и новый бизнес, ориентироваться на помощь внутри России не приходится. Но самый опытный понимает разницу в товаре там и тут. У нас, по сути, главный стратегический партнер – это Индия. Ядерная, могучая и независимая. Мы, по сути, с этой страной ни разу не ссорились. Думаю, их ВВП и наше желание продавать оружие – это очень серьезное направление. По сути, сжимая главный кулак СНГ и всей Евразии, нам очень легко положить болт любого размера на европейскую да американскую демократию. Нам надо просто открыть вещи, открытые для сотрудничества. Как, к примеру, Индию. Хотите разницу узнать между китайскими товарами и индийскими? Она, между прочим, на мне. Вот это китайские джинсы, уже дырявые все, в таком состоянии ухлопанном. А вот это индийская футболка, которую я купил 4 года назад. Она в идеальном состоянии. Конечно, такого товара здесь не хватает. И в следующий раз, когда выставка приедет в город Магнитогорск, я специально заострил внимание на товарах для мужиков. Но вот для женщин. Вот такие юбки, которые юбками-то не являются. Вот. Очень качественные вещи, в которых вы можете щеголеть. Теперь, что касается цены. Дело в том, что как-то человек очень близкий к организатору. Мало того, я и есть организатор, если что. Чем только приходится мне заниматься. Я попросил, говорю, ребята, все понятно, Магнитогорск. Немножко сидит так вот в сложной ситуации. Ипотека, кредиты и все остальное. Можно так сделать, чтобы было подешевле? Сказали, да, пожалуйста, можно. И в пятницу, в субботу и воскресенье вас ждут офигенно низкие цены. Ну и в завершении организаторы выставки выражают сердечную благодарность главе администрации города Тевтелеву Евгению Николаевичу, его заместителю Кимайкину Сергею Ивановичу, начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму города Магнитогорска Кальяновой Елене Павловне, администрации Дворца Рамазана и лично Владимиру Олега, а также офицерам ФМС Магнитогорска, которые быстро и практически моментально помогли нам с организацией выставки. Вот как у нас умеет работать действующее звено власти. А вы говорите, что мы живем в Магнитогорске плохо? Отнюдь нет.